Вопросы типа как снизить температуру, либо как быстро сбить температуру тела интересует многих. Большинство интересуется этим в случае если заболели гриппом либо простудой, острым респираторным заболеванием либо вирусной инфекцией. И в вопросе как снизить температуру тела правильно ваши главные союзники врачи-геронтологи. Чем ниже температура тела, тем меньше скорость обмена веществ и тем выше продолжительность вашей жизни. Но! В этом вопросе нужно знать золотую середину и иметь чувство меры. Чрезмерное снижение температуры тела может завести вас в депрессию. И те кто находится в этом уникальном состоянии прекрасно меня понимают. Да теоретически жить они могут дольше. Но! Вопрос качества жизни у них совершенно иное. Вот в вопросах как быстро сбить температуру тела. Главные ваши союзники представители пенсионного фонда. Чем дольше человек живет тем дольше ему приходится выплачивать пенсию. И с одной стороны это считается плохо. Но! Ведь пенсионер не просто живет и получает пенсию. Он получает пенсии ровно столько, сколько ему хватает на жизнь. Для того чтобы он мог одеться. Заплатить за жилье. Правильно питаться. Возможно даже путешествовать по уровню здоровья. Чаще всего в пределах своей страны. То есть вкладывать свою пенсию в ВВП своей страны. И это здорово! Но! Если вы экстремально попробуете сбить температуру тела. В этом случае возникает серьезная проблема. И угроза не просто вашему здоровью. Но и вашей жизни. Поэтому смотрите это видео дальше. И вы узнаете от чего зависит температура тела. И кто главный виновник того, что температура тела поднялась по вашим меркам слишком высоко. Вы также узнаете какие народные средства ни в коем случае не стоит применять для снижения температуры тела. Потому как они угрожают вашему здоровью. И также вы узнаете как правильно снизить температуру тела. Или как правильно сбить температуру. Если она чрезмерно высока. Чтобы не расплатиться за это действие самым ценным, что у вас есть. В вашей жизни. Смотрите видео дальше. Я думаю, что достаточно много интересной информации вы в нем получите. Я врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Более 50 опубликованных книг и брошюр. Сотен видео в интернете. Знаю о чем я говорю. И просмотрев иные мои видео. Вы можете составить оценку о ценности этого видео. Смотрите видео дальше. От чего же зависит температура тела? Температура тела зависит от обмена веществ. Примерно 30% энергии и пищи, которую вы съели, организм выделяет в виде тепла. Поэтому если вы мясоед. Либо находитесь на смешанном питании. Вам обычно теплее. Если вы находитесь на вегетарианстве, на сыроедении. Такая пища образует достаточно мало тепла. И вы в прохладных условиях даже чувствуете себя не очень комфортно. Вам комфортнее в летнюю жару, чем в сырую осеннюю погоду. А тем более в зимнюю стужу. Точно так же скорость обмена веществ определяется возрастом. Чем моложе человек, тем выше скорость обмена веществ. Поэтому чаще задают вопрос. Как снизить температуру ребенку, чем взрослому человеку. А тем более человеку пожилому. В пожилом возрасте температура ниже. И поднимается она более вяло. Но! Вопрос! Кто же поднимает температуру тела? Многие считают, что поднимает температуру тела бактерии, вирусы. Ведь они вызывают заболевания. И это они главные виновники. Нет! Не они! Главный виновник повышения температуры тела ваша иммунная система. Увидев новый патоген или активировавшийся патоген. Новый патоген чаще всего это вирусная инфекция. Активируется чаще всего бактериальная инфекция. Если вы не ребенок. У детей новые заболевания может вызывать. И бактериальная инфекция в том числе. В случае если вы не создали самые комфортные условия для жизни своего ребенка. В любом случае. Как только новый патоген. Либо вдруг активировавшийся патоген. Начал активнее размножаться в вашем организме. Ваша иммунная система имеет право на него реагировать. Вопрос как? Если она не самым лучшим образом была подготовлена к такой встрече. Температура повышается относительно невысоко. До 38 градусов. Человек себя чувствует паршиво. По той простой причине. Что в этих условиях организм человека уже не иммунная система управляет вашим организмом. А бактерия либо вирус. Потому как в таких условиях ваш организм превратился в великолепный инкубатор. В котором прекрасно размножаются бактерии, вирусы. И вредят вашему здоровью своими токсинами. Токсичные продукты жизнедеятельности бактерий либо вирусов. Попадают к различным органам. Вызывают гибель клеток. И ухудшается ваше качество жизни. Ну и сокращается ее продолжительность. Потому как от индивидуальной жизни клетки зависит сила органа. Сила систем. И уровень здоровья ваш лично. Прекрасно если ваша иммунная система хорошо среагировала. Великолепно среагировала на новую инфекцию. Либо на обострение старой. И температура поднялась в диапазон 38-39 градусов. Это чудесный диапазон. В этих условиях бактериям уже некомфортно. Жарковато им в этих условиях. И начинают в большей степени гибнуть. Они не успевают до такой степени разогреть обмен веществ. Как это может сделать ваша иммунная система. И это здорово! Потому как в этих условиях согретый костный мозг. В нем идет активная выработка иммунных клеток. В органах иммунной системы идет активная выработка защитных белков. Интерферона, антител. И инфекция имеет шансы достаточно быстро закончиться выздоровлением для вас. С выработкой надежного иммунитета. Но! Часто бывает. Чаще всего задают вопрос. Как же сбить температуру или снизить температуру. Если она пошла в диапазон выше 39 градусов. Я вас прекрасно понимаю. Это достаточно опасная ситуация для здоровья. Но! Главный виновник того, что температура ушла в этот диапазон. Не бактерия. Даже не ваша иммунная система. А ваши знания. Вернее их недостаток. По правильному сопровождению любой инфекции. Любая инфекция может стать из просто опасной инфекции. Такой например как грипп. Либо особо опасной инфекцией. Если вы не знаете как правильно ее сопровождать. Фокус здесь один. Есть инфекционный процесс. Появился возбудитель. Который ваша иммунная система не контролирует. Вопрос. Как максимально быстро подавить активность этого возбудителя. И заработать правильный иммунитет. Ваш организм знает как это сделать. Повышается температура. Если вы не знаете как сопровождать правильно этот процесс. Температура повышается чрезмерно. И вы начинаете в экстремальном способе ее сбить. Вот чем это может закончиться. И какой все таки есть безопасный диапазон. Еще дополнительный. В этом вопросе. Вы узнаете. Прямо сейчас. Чтобы принять правильное решение. Нужно вам немножко снизить температуру тела. Или нужно ее конкретно сбивать. Вы должны знать несколько основных индикаторов. Индикатор первый. Собственно температура тела. Считается, что безопасный диапазон температуры для детей 38-38,5. Для взрослых он немножко шире. До 39. Это не совсем так. Осложнения у ребенка не начнутся при температуре 38,6. А у взрослого при температуре 39,1 градуса. Есть еще переходная зона. Для детей это температура до 39. Для взрослых до 39,5. Попадание в которую мотивирует вас снижать температуру тела правильно. А не сбивать ее. Это разные вещи. Что я имею в виду под словом снижать температуру тела? Вы должны провести ревизию тех условий, в которых находится больной человек. Или тех условий, которые вы создали своему собственному ребенку. И оценить какие действия вы совершаете неэффективно. А их несколько. Номер один в охлаждении организма это вода. Если больной ребенок, либо взрослый человек пьет достаточное количество жидкости. Иными словами, кожа у него не только горячая, но и влажная на ощупь. У него температура в опасный диапазон не пойдет. Это основное условие. Достаточное количество воды в рационе это еще и образование мочи. Больной человек, либо больной ребенок должен 2-3 раза в день сходить в туалет и опорожнить мочевой пузырь. В этом случае вы спокойны. Основной фильтр для очищения крови от токсинов в почке работает правильно. Воды ему хватает и токсических осложнений в этом случае не проявится. Если же воды хватает только на охлаждение. Температура еще в приличном диапазоне. Она не слишком высока. А мочи уже нет. Вот здесь вы попадаете на токсические осложнения. Температура еще не плоха. Вы еще считаете, что все здорово. Но человек не ходит в туалет. Мочевой пузырь не опорожняется. Это достаточно неприятная ситуация. Неприятная своими последующими событиями. Еще один индикатор. Правильно или неправильно сопровождается инфекция. Это частота сокращения сердца. Которая должна на каждый градус повышения температуры тела увеличиваться на 8-12 сокращений. Иными словами. Если принять, что верхняя граница нормы по пульсу. Не измеряли бы пульс у своего ребенка. Либо у себя лично в спокойном состоянии. Верхняя граница 80. Температура поднялась на 2 градуса. До 38,5. Пульс должен быть около 100. Если будет 101 или 102. Это не повод для того, чтобы поднять шум. И применять какие-то экстремальные действия. Потому, как осложнения начинаются при частоте сокращения сердца 130 и выше. То есть достаточно широкий диапазон. Находясь в котором либо больной человек, либо больной ребенок показывает насколько правильно вы сопровождаете эту инфекцию. Есть еще один индикатор. Не только кожа должна быть влажной. Она должна быть еще и красного оттенка. В этом случае активная реакция вашего организма по охлаждению происходит. Организм согрелся в обмене веществ. И спокойно охлаждается. Часть токсинов выделяется в данном случае через кожу. Часть через работающую почку. Если идет образование мочи. Эти индикаторы нужно правильно понимать. И в случае если температура поднимается в пограничную зону. Для ребенка 38,5-39. Для взрослого 39-39,5. Вы должны правильно снижать температуру тела. А именно! Возможно не хватает воды. Да! Пожалуйста! Нужно делать по 2-3 глотка каждые 10 минут. У детей глоточки маленькие. У взрослых больше. Но! Пополнение запасов воды в организме происходит. Возможно человек волнуется. Если ребенок волнуется по поводу своего заболевания. А глядя на родителей, видит что родители волнуются. И он понимает что тяжесть его заболевания безмерно начинает волноваться еще больше. Меняйте свои реакции на состояние ребенка. Больше того! Если вы знаете что ребенок любит какие-то мультфильмы. Ну не слишком активные. Пожалуйста! Поставьте ему! Включите ему эти мультфильмы. Пусть ребенок отличается от своего заболевания. А вы потихонечку будете подавать ему в теплом виде. Обязательно в теплом виде напитки. Не в горячем. Которые стимулируют чрезмерное потоотделение. И не в холодном. Которые снижают иммунную защиту в начальных отделах органов дыхания. И провоцируют грипп уже с осложнениями. Этого делать ни в коем случае нельзя. Если у вас маленький ребенок. Вы знаете как правильно определить температуру жидкости. Которую он должен пить. Сосуд прислоняете к оголенному предплечью. И проверяете температуру. Если она не чрезмерно горячая и не чрезмерно холодная. Без проблем ребенок может такую жидкость пить. В данном случае очень чаще. Более полезно ребенку чистая вода. Но может быть вода с какими-то добавками. Есть различные фруктовые наполнители. Которые можно использовать в данном случае. Но далеко не все об этом я расскажу чуть позже. Какие можно какие нельзя. Часто используют лекарственные травы. Пытаясь помочь больному человеку выздороветь. И оказывают медвежью услугу. Фитотерапия очень непростая наука. И к сожалению многие ею пользуются. Во вред для своего здоровья. Этого делать не стоит. Что еще вы можете сделать. Для своего ребенка. Либо для больного человека. Еда. При употреблении пищи. Как только она попадает в пищеварительную систему. Она нарушает трафик воды. Вода должна очень быстро проходить. Через пищеварительную систему. Кровь. И выделяться либо почками с токсинами. Либо через кожу и легкие с теплом. И если вы даже кашу съели при температуре 38,5. Я вас уверяю. Через час она будет значительно выше. Из-за того что с одной стороны каша затормозила движение воды в системе. А с другой стороны при переваривании пищи. Особенно в печени. Идет повышение температуры. Печень при переваривании нагревается. И согревает весь организм. Это главный нагреватель. Главный источник тепла в обычных условиях у здорового человека. И этот источник тепла должен работать на минимуме в случае болезни. Я понимаю что печень очень важный орган. Но в случае если вы заболели гриппом. Если температура пошла далеко за 38. В этом случае еда у вас исключается. Остается только питье. Но может быть еда вместе с питьем. Об этом я расскажу чуть позже. Что еще вы можете сделать? Конечно если взрослый человек волнуется по поводу того. Что у него на работе срочные дела. А он находится в таком не самом простом состоянии. То я бы советовал ему взвесить. Конечно он может считать что его могут уволить с работы. Это веская причина для того чтобы закончить лечение гриппа. Или простуды в домашних условиях. И поехать на работу. Но! Больной человек должен понимать что он оружие массового поражения. Которая переместившись на работе. Ну поделится своей инфекцией. Со своими сотрудниками. И это не самая простая ситуация. Поэтому вопрос работа либо жизнь. Он решается просто. Каждый решает этот вопрос сам для себя. Но! В случае если работа оказалась важнее. Он может такую же дилемму поставить перед своими сотрудниками. Наградить инфекции своего начальника. Либо своих подчиненных. Конечно! Ситуация интересная. Но! Лучше все таки грипп лечить в домашних условиях. Возможно и народными средствами. Какими? Ну я расскажу прямо сейчас. А какими лучше? Не стоит. Как снизить температуру тела правильно? Для этого вы должны провести ревизию тех условий. В которых находится больной человек. Либо больной ребенок. И скорректировать их. Факторов которые повышают температуру тела чрезмерно. А при коррекции температура снижается. Их несколько. Номер один. Я бы поставил эмоциональный комфорт. В состоянии стресса вырабатывается слишком много тепла. Потому как обмен веществ активируется. Но в данном случае повышается еще и мышечный тонус. А мышца даже не совершая никаких движений. Но находясь в состоянии тонического сокращения. Она производит также тепло. Те кто занимается спортом знают о чем я говорю. Поэтому переход из стрессового состояния. В более эмоционально комфортное. Правильно снижает температуру тела. Фактор номер два. Постельный режим. Я бы сказал строгий постельный режим. Чем меньше движений совершает больной человек. Тем в меньшей степени нагревается его организм. И меньше проблем для системы терморегуляции. Поэтому если ребенок был неуправляемым. Перемещался в пределах квартиры. Он волновался по поводу своей болезни. Создайте ему комфортные условия. Посадите его перед монитором. Покажите ему мультики. Вернее запустите их показ. Ребенок успокоился. Мышечная активность снизилась. Температура тела также снизилась. Аналогично можно поступить со взрослым человеком. Если вы волнуетесь по поводу того. Что часть работы вами не выполнена. Возьмите работу на дом. Работу за компьютером. В интернете. Так тоже можно работать. И в этом случае выйдя из эмоционального стресса. Вы правильно снижаете температуру тела. Фактор третий. Достаточное количество воды. Для взрослого человека в состоянии покоя. При весе 60 кг потребность в сутки 2,5-3 литра воды. При повышении температуры на 1 градус. Количество воды в рационе должно быть увеличено на 1 литр. Иными словами при весе 60 кг. При температуре 38,5 кг. Человек должен ежедневно выпивать около 5 литров воды. В этом случае его система терморегуляции. И очищение организма путем образования мочи через почки. Работают эффективно. Инфекция сопровождается правильно. Как употреблять воду правильно? Я уже сказал. 2-3 глотка каждые 10 минут. В этом случае вода поступает в организм правильно. Организм охлаждается своевременно. Фактор четвертый. Уменьшение еды вплоть до полного ее исключения. В этом случае вы получаете максимальный трафик воды из пищеварительной системы в кровь. Где она может удаляться либо через почки, очищая ваш организм. Либо через кожу и легкие, охлаждая его. И если воды хватает еще и легким для образования жидкой слизи. Вы не получаете риск осложнений в виде дыхательной недостаточности. Которая может при нехватке воды возникнуть в любой момент. Фактор пятый. Температура окружающего среды. Температура теплового комфорта для человека находится в диапазоне 18-24 градуса по Цельсию. И только в этом диапазоне, когда человек дышит таким воздухом, он не перегревается. Конечно можно снижать до 18-20 градусов. Вдыхание прохладного воздуха позволяет дыхательной системе работать более эффективно. Так как еще и системе охлаждения организма. Если вы просто откроете форточку без сквозняка. Либо окно. Проветрите помещение. Человек скажет. Стало легче дышать. Конечно. Ему стало легче дышать. Но! Еще один важный момент. Влажность воздуха. Воздух заходит в отопительный сезон в дыхательную систему. при влажности 30-40 процентов. А выходит около 100. Иными словами, вы больше теряете воды через органы дыхания. И индикатор достаточного количества воды в организме вы знаете. Влажная кожа. Пусть она будет красной, но она будет влажной. И 500 и более миллилитров мочи в сутки. Если у вас эти показатели работают. Организм не будет перегреваться. Иными словами, вы будете правильно снижать температуру тела. Удерживая ее в самом важном для вас диапазоне. А именно для детей 38-38,5. Для взрослых 38-39. Потому как только в этих условиях эффективно работает иммунная система. Вырабатывая максимально быстро интерферон, антитела. Подавляя активность бактерий, вирусов, которые шалят. Вдруг начали шалить в вашем организме. И в этом случае инфекционный процесс вы сопровождаете правильно. Иными словами, в случае заболевания. Вы, правильно его сопровождая, выходите с надежным иммунитетом. А не с осложнениями. Которые можно заработать как быстро, так и в отдаленной перспективе. Вот как этого не сделать, я расскажу прямо сейчас. Основные способы, как обычно, снижают температуру тела. Или пытаются ее сбить. И попадают на осложнения. Опасные как для здоровья, так и для вашей жизни. Часто при простудах, при гриппе стремятся максимально укутать больного человека. Это можно делать только в том случае, если температура не выше 38 градусов. Искусственное согревание поможет вашей иммунной системе. Но! Ни в коем случае, если температура пошла выше 38, а особенно выше 39 градусов. Чем больше одежды на человеке, чем теплее он одет или укутан, тем хуже идет теплоотдача и выше риск перегревания. Поэтому, последовательно снимая несколько одеял с человека, оставив одно тоненькое, вы поможете ему снизить температуру в контролируемый диапазон. Особенно это важно в случае, если у человека есть ознобы. Озноб это неблагоприятное течение гриппа. Либо простуды, вы неправильно сопровождаете инфекцию. И есть риск осложнений. Если озноб появился не страшно, вы должны нагретую грелку или теплую бутылку положить в постель человеку. Несколько грелочек, несколько бутылок с ними укутать. Дополнительное тепло расширит сосуды кожи. К ним подойдет кровь. И теплоотдача восстановится. Озноб исчезнет. Но! Перед тем, как обкладывать грелками, вы должны сделать еще одно очень важное движение. А именно напоить. Дать достаточное количество воды. Человек должен выпить хотя бы стакан воды. А может быть и два. Воды не хватает на охлаждение. Поэтому организм начинает так экстремально сопровождать эту инфекцию. Если вы это делаете правильно, то да. Если ознобы сохраняются, то это уже повод вызвать медиков. Для того, чтобы помощь оказывать более интенсивно. Чего не следует делать? Как не следует снижать температуру тела? Использовать обычные патагонные. Не важно, вы используете чай из липы или чай из ромашки. В любом случае патагонный эффект. Да, это снижает температуру тела. Но! Вопрос! Самый главный фактор, который должен снизить температуру тела. Самый надежный фактор и самый верный фактор. Это ваша иммунная система. Иммунная система по причине отсутствия проблемы сама по себе снижается температура тела. И все! Вам еще несколько дней после этого восстановиться в домашних условиях. И вы готовы исполнять трудовую деятельность. Ту, которую вы делали ранее. Либо ребенок может идти в садик или в школу. Искусственно снижать температуру тела? Возможно, если температура опасна для жизни. Если же вы правильно сопровождаете вирусную инфекцию. Температура не пойдет в опасный диапазон. И вы выработаете иммунитет без риска для жизни. Также не следует использовать некоторые варенья. Многие берут малиновое варенье. С горячей водичкой дали и получили патагонный эффект. Вопрос зачем вам это было нужно? Патагонный эффект реализуется за счет того, что блокируется выделительная функция почек. Дополнительное количество воды осталось в кровеносной системе. Она пошла через кожу. Охладив кожу. Снизив температуру тела. Да, вы немножко токсинов выделили через кожу. Но! Вы снизили температуру тела. И облегчили жизнь вирусам либо бактериям. Которые в организме размножаются. Аккуратно нужно снижать температуру тела. И синтетическими жаропонижающими. Прежде чем принять решение, вам нужна таблетка, которая снижает температуру тела. Вы должны сделать одно очень важное движение. Человек должен выпить стакан-два теплой воды. Для чего это нужно? Если температура 39 и выше. И вы не знаете как с ней бороться. Таблетка жаропонижающих безусловно выполнит свою функцию. Но! Обилие пота, которое выходит через кожу и снижает температуру тела. Это вода, которая вышла из кровеносной системы. А воды в случае, если температура 39 и выше в организме не хватает. То есть кровь относительно густая. И выжав последние капли воды через кожу из кровеносной системы. Вы создаете не самые благоприятные условия для своей сердечно-сосудистой системы. Которая может такой сюрприз и не выдержать. Вязкость крови это один из факторов работы сердечно-сосудистой системы. Чем выше вязкость крови, тем хуже работать сердцу. Вернее сложнее работать. Больше мощность должна быть у сердца. И выше прочность и проходимость у сосудов. В данном случае вы рискуете. Но если вы перед таблеткой жаропонижающих выпьете 1-2 стакана воды. В этом случае снижение температуры тела произойдет более безопасно. Потому как вода из кишечника попадет в кровь. И эту воду вы выделите через кожу. Вязкость крови резко не изменится. И условия для работы сердечно-сосудистой системы останутся прежними. Риск не изменится. Если же вы воду не выпьете. Риск может серьезно увеличиться. Часто говорят что ой какой тяжелый вирус гриппа мне достался. Вопрос не в тяжести инфекции. Вопрос в количестве. Очень важно знать как предупреждать простуду. Как предупреждать грипп. Такие видео есть в интернете. У меня есть еще один канал. Школа доктора Скачко. Если на этом канале я даю решение каких-то конкретных задач. Каких-то конкретных проблем. То школа доктора Скачко это постепенное привитие вам основ здорового образа жизни. И если вы в поисковике наберете школа доктора Скачко или английскими school Скачко. Вы можете попасть на этот канал. Там есть несколько видео. Как предупредить заболевание гриппом или простудой. Как правильно укрепить иммунитет. Чтобы ваша иммунная система могла достойно встретить вирусную инфекцию. И подняв температуру в безопасный диапазон. Помочь вам защититься от этой инфекции. Ну а в этом видео я вам рассказал. Как в этом диапазоне удерживать свой организм безопасно. Чтобы риск токсических осложнений этой инфекции не проявился. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Если вы понимаете что неправильное сопровождение вирусной либо бактериальной инфекции. Может создать риск не только для вашего здоровья. Но и для вашей жизни. Понимаете что это очень важный вопрос. Не забудьте поставить лайк на это видео. Отправить своим друзьям. Знакомым. Родственникам. Заболеть вирусной инфекцией может любой каждый. Вопрос. Какой ценой будет выработан иммунитет. И нужен ли будет иммунитет человеку. Если уровень здоровья после заболевания гриппом оказался чрезмерно мал. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. До новых встреч на моих каналах.